Я ни разу не заметил, чтобы в этот день кто-нибудь таскал дневное лицо господина почтеннейшего начальника за уши или водружал на его стол именинный пирог с доброй сотней свечей. Мне нравится такой подход к делу. Даже когда я был молод, глуп и охоч до праздников, собственные дни рождения всегда повергали меня в жесточайшую депрессию. Вне зависимости от качества проведения этого ответственного мероприятия и количества участников. Веселился я в компании сорока веселых приятелей или пил дешевое вино в подъезде с малознакомым и грюмым типом. Какая разница? Поздравляю, теперь ты еще на один шаг ближе к смерти, дорогуша. Насмешливо говорил мне малоприятный тип, который с незапамятных времен снимает угол на окраине моего сознания и всегда оказывается прав. Сколько я себя помню. В конце концов, я просто перестал отмечать дни рождения. Через несколько лет научился вовсе о них не вспоминать. После того, как я покинул город, добрые сотни жителей, которые выдержало в памяти сию знаменательную дату, и в моем доме перестали раздаваться поздравительные телефонные звонки, настойчивые, как мяуканье голодной кошки, проблема окончательно сдохла. Правда, оставался еще и Новый год. Но и с этим я справился. В очередной раз сменив место жительства. Следует отдать должное силе традиции. Для того, чтобы отделаться от новогодних вечеринок, мне пришлось перебраться не в другой город, а в иной мир. Да, конечно, последний день года существует и здесь, но никто не считает этот день праздником, разве что своеобразной точкой отсчета, днем, к началу которого все дела должны быть приведены в порядок. Думаю, эта традиция была придумана специально для лентяев, вроде меня, которые обожают откладывать свои дела на некое неопределенное завтра, которое, как они в глубине души надеются, никогда не наступит. Так вот, последний день года и есть это самое завтра, которое все-таки наступает, поэтому нам по неволе приходится подбирать поло своего лохи, чтобы не споткнуться по меткому выражению сэра Джуффина Халли. Все это я рассказываю, чтобы стало понятно. В Еха не придают большого значения памятным датам. Здесь не принято отмечать ни дни рождения, ни прочие знаменательные личные вехи. Зато хорошее настроение считается достаточным основанием для маленького личного праздника. Зачем искать какой-нибудь дополнительный повод? Именно поэтому я был почти шокирован, когда однажды вечером сэр Джуффин Халли задумчиво сообщил мне, что сегодня исполнилось ровно шесть лет с тех пор, как я впервые попал в Еха. — Ровно полдюжины, — весело сказал он, — можно сказать юбилей. — Вы что, считали, — не веря своим ушам, — спросил я. — Не то чтобы считал, просто у меня хорошая память на даты, как у всякого человека, вынужденного регулярно составлять отчеты, — объяснил шеф. — Да не хмурься ты так, — насмешливо добавил он. — Можно подумать, я наступил на твою любимую мозоль. — Именно это вы и сделали. Это ведь что-то вроде дня рождения. А я надеялся, что с днями рождения покончено раз и навсегда. — Мой старый учитель Махи не раз говорил тебе, что надежда — глупое чувство, а ты до сих пор все на что-то надеешься. Но тут тебе крупно не повезло, мой бедный сэр Макс. Я считаю своим гражданским долгом регулярно разбивать твои многочисленные надежды. А посему только не говорите, что вы испекли мне пирог и воткнули туда полдюжины свечей, — фыркнул я. Этого я точно не переживу. — Ну что ты! Во-первых, не такой уж я злодей. А во-вторых, искусство печь пироги никогда не было моим сильным местом. Вот окорок зажарить — это всегда пожалуйста.